с вами андрей у нас рандом рогалик adventures собственно я продолжаю прохождение я почему решил сделать запись не сначала а именно здесь потому что ну я вам вкратце могу рассказать что там вам нужно будет сделать вам нужно на каждой локации искать куски карты навигационной карты вот может вы можете увидеть и собственно не в конечном итоге вам когда вы все куски сверете их 10 кусков куск вам дадут навигационную карту на остров тирана вам нужно будет его убить собственно в этой выпуске я спи я хотел бы вместе с вами перейти на остров тирана насколько у нас это вообще получится не получится ну либо завершите для начала все квесты которые у нас здесь присутствую по возможности и перейти на остров тирана что вы просто имели представление что это собственно у меня в данный момент вот такое вот снаряжение легендарное тридцать седьмого уровня но у меня сорок седьмой поэтому вместе с вами прокачивать то есть переодеваться в этот снаряжение на наш уровень на сорок седьмой вот у меня собственно вот такие вот навыки у меня владение посохом на 30 прокачано управление жизнью это магия лечения собственно толстая кожа это ну давайте я начну по порядку что вы имели представление толстая кожа это способности собственно орка как и берсерк это тоже способности орка как и первый удар собственно его все способности идем дальше владение посохом это посох как бы это удивительно звучало но это мы взяли когда орк клерик и собственно выдали посох вот мы покачиваем посох у посоха есть одна классная способность это похите похищение маны либо поглощение она вам отдает магию ну то есть некоторое количество когда вы бьете самим посохом очень очень полезная вещь очень сильно помогает управление жизнью это просто и лечение магия лечения который позволяет вам лечить себя из своего союзника на союзника покажу чуть позже вот навык не сломлен и вот который я рекомендую качать всем то есть как только вы начали играть сразу качайте навык не сломлен и почему именно его потому что вы вас не смогут забрать с одного удара враги ваши у вас останется одна единичка здоровья но опять же если у вас ударит голод то есть максимальное значение голода либо погода например холод как у меня убила то вы скорее всего погибнете но вы можете восстановить свое здоровье но атака монстры как говорится вы выживаете что очень хорошо дровосек это способности собственно дровосек рыбак скороняк рудокоп мясник это способности которые собственно от конкретного типа снаряжения качаются то есть они качаются собственно вот от тесака если вы постоянно разделываете это мясник собственно ну и больше у меня с собой нету по способностям давайте дальше пробежимся чтобы вы имели представление кузнец как я говорил качайте кузнеца до максимального уровня он вам позволит иметь снаряжение максимального уровня всегда на уровень вашего снаряжения плюс кузнец позволяет проходить все квесты они например их просят вот и у меня например есть если вам покажу квест на например три серебряных слитков это скажете откуда я его возьму до серебряные слитки на что вы понимали крафтится из руды также серебряные слитки можно получить из ну собственно у торгов не у торговца у кузнеца городского если вы расщепите но для того чтобы расщепить вам нужно чтобы ваш кузнец был прокачан вот у меня вот кузнец 10 уровня я при разборе у меня тут процент не указывается а ну собственно при разборе я сейчас я вам покажу рандомное снаряжение себе сниму что вы имели представление он прощу зайду в кузнеца и покажу вам что вы имели представление вот собственно я как бы разбираю вероятность разбора сто процентов это говорит о том что я за предмет получу одну учитывая то что она костяная я получу одну кость собственно также получу один слиток одну там причем один кристалл все из того какой предмет конкретно будет но я чуть позже вам это покажу если мы столкнемся с этим давайте я прощу обратно оденем все таки книга помогает вот собственно кузнеца я рассказал вампир а вампир на самом деле бесполезная способность пить кровь врагов как здесь может показаться вы просто с врагов будет дропаться кровь и это кровь при использовании она вам больше восстановить чуть-чуть здоровья но способность вампир качает способность каннибал точнее нет вампир то она по сути мусорная способность но вот хищник который казалось бы поедание сырого мяса основной 10 голода на самом деле это фигня потому что шеф способность которой я дальше расскажу она будет чуть лучше но хищник открывает он способности каннибала который позволяет вам просто есть трупы то есть вы убили моба и вы просто его съели что очень полезно вот способность шефа позволяет вам готовить еду как готовить еду собственно ну вообще можно через рецепт ее готовить а по рецептам покажу чуть позже либо просто приготовить ее через костер но опять же костер это те же рецепты что касаемо аналитика аналитик позволяет узнать характеристики мобов тем самым вы можете выбрать себе самого сильного я чуть позже покажу это если не забуду а что касаемо навыков профессионал износ инструмента на 50 процентов как эффективность на 25 собственно по навыкам я рассказал вам по крафту что касаемо снаряжение особо заморачиваться нет смысла но имеется ввиду деревянные кольчужные и так далее то есть тут особо это не особо интересно вам потому что она у всех будет рандомная то есть вы у нас еще рано или поздно соберете все вот а тут важнее всего чтобы вы могли крафтить инструменты то есть чтобы у вас были все типы инструментов вы могли крафтить максимальные значения инструментов это 9 единиц то есть 9 из 9 точнее 10 из 10 но я по крайней мере находил 9 пока что также еда опять же еда но опять же как мне показано как как мне по крайней мере показалось еда которая здесь присутствует ну к самой эффективной вот стейк на палочке она самая эффективная еда которая вообще можно было бы здесь ну для этого можно использовать просто обычное мясо и собственную палочку и все для а то чтобы найти мясо нужно разделать с помощью мясника помощью мачета ну и материалы чтобы сделать например ту же кожу вам нужна шкура опять же это навык так как он называется то навык с корняка вот он называется козом освежевание туши и тем самым вы получаете собственно сами самому саму кожу с мобов но я вам сейчас покажу мы проведем несколько боев прокачаем и возможности питомца до нашего уровня хотя бы до 47 по поводу питомцы к у меня питомец я рекомендую собственно вот мой питомец где он у меня вот мой питомец что вы понимали питомец получается золотой дракон который имеет 47 уровень собственно как и у нас у него атака 427 почему именно важно через питомца играть какой конкретно у вас питомец быть не важно но я рекомендую в большинстве случаев брать драконов в данный момент я нахожусь на землях гигантов чтобы вы понимали вот собственно это гигантский остров так называемые земли гигантов и мы кстати я вместе с вами не исследовал шахту как вариант можно будет сейчас сходить исследовать шахту только ленинс на нам на пире 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 собрать снаряжение на 40 ему уровень у нас на 36 я играю на хардкоре то есть если персонаж погибнет прохождение закончится поэтому у нас давно смертей ноль соответственно если персонаж погибает вы автоматически проиграли по заклинаниям собственно у меня уцелебное исцеление это самое первое заклинание которое получает клерик она это так называемая постоянная магия просто который можно использовать лечение вас и собственно вашего питомца также воскрешение питомца но я пока им не пользовался но факт том что позволяет воскресить вашего питомца если он погиб его очки здоровья упали до нуля в бою ну и собственно ловля питомца чтобы вы могли выбрать себе кого-то питомца вот я собрал некоторое количество питомцев себе которые считаю не самыми слабыми то есть вы в принципе можете кого-то из них выбирать ну по крайней мере и из них кого-то себе напарники брать не смотрите на уровень у вас скорее всего возможно уровень будет либо выше либо ниже но если вы играете только сначала то уровень у вас конечно будет ниже питомцев но факт том что на начале в первую очередь я рекомендую ищите магазин питомцев сейчас мы вместе с вами его на и поймут оба обратите внимание как проходит бой мы можем а проанализировать и собственно говорю что рейтинг испытаний 2 говорит о том что мог сам себе дохлый то есть он очень слабый ничем особо не примечательно то есть вы можете выстрелить выстрел это так называемая атака на преждевременно атака то есть атака на расстоянии давайте выстрелим что вы имели представление изучен навык владения прощая ну собственно мы только что изучили навык от мы выстрелили в огород с легендарной костяной нанесли сто пятьдесят три урона на самом деле это бесполезный навык по крайней качать надо у меня слабый очень сильно прокачен точнее слабо очень прокачен вот собственно у меня два навыка в активном меню как поставить в активное меню вы собственно нажимаете звездочку и ставите то что вам нужно вам говорят она на доступ 1 или на доступ 2 смотрится с левой стороны собственно как вы видите слабо и атака питомца я в основном бью именно питомцам за того что питомец больше всего опыта получал также когда у вас оружие прокачается вы можете через умение использовать собственно способность поглощения маны но сейчас я вам это покажу продемонстрировал в боях давайте бьем питомцам убили огра но он дохленький собственно после боя вы можете его как раз делать если у вас есть с собой мачете точнее он называется тесак либо вы можете съесть потому что у меня присутствует навык каннибал вот собственно навык каннибал он позволяет есть трупы но эффективнее всего вот собственно восстановили вообще каннибал восстанавливать до 10 очков голода за один труп но эффективнее всего конечно приготовить этот труп как собственно у меня он приготовлен просто ставите на костер его и он приготовится на чуть позже покажу если мы собственно он не вот он уже посильнее будет но видите у него рейтинг воспитания 7 то есть он уже больнее бьет вашего питомца и вас собственно вот смотрите почему именно орк в тимане бой не начался еще а мы уже пол лица снесли этому они вот именно поэтому орк потому что он бьет упреждающим ударом он собственно забили этого они съели его давайте полечим нашего питомца восстановили мы сколько-то здоровья и восстановили себе здоровье про огра я уже говорил ничем особо не примечательный стон гигант один из самых тяжелых врагов но опять же с них постоянно падают камни об камни используется для прощи собственно у нас теперь открылся навык проща сейчас мы на него посмотрим месяцами вот видите то есть один из пятидесяти при повышении уровень его увеличится урон от выстрела с прощи на самом деле это очень удобно так также на все остальные навыки работает но конечно мы качаем посох потому что посох просто элементарно сильнее у нас а собственно почему именно орк потому что у него есть навык первый удар пропадение монстра вы нанесете первый удар тем самым вы увидели вы пол лица снесли орку то есть орк ничего не успел точнее враг ничего не успел сделать а орк уже ему пол лица снял савильное перо используется для создания собственно боеприпасов поэтому она бывает очень полезно собственно как вы видите тут некоторое количество предметов присутствует здесь наверное нету на этом уровне давайте поищем вверху может есть не здесь нету магазина питомцев здесь нету судя по всему заберем етина поднимем растения убьем огра деревянный топор сейчас посмотрим скорее всего у нас уже мы его знаем давайте исцелим нашего питомца а вот смотрите в первую очередь ищите именно магазин питомцев в магазине питомцев у вас скорее всего будут продаваться мобы неважно какого уровня ищите самого дорогого на моба там продается и покупаете его и ходите в первую очередь с ним потом уже вы сможете если у вас есть заклинание сейчас я покажу если у вас есть заклинание поймать питомца вот это вот заклинание то покупайте книгу именно эту поймать питомца ловите сразу питомца любого рандомного неважно какого сможете поймать лучше рекомендуется конечно драконов ловить и играйте именно через него для того чтобы у вас была возможность грубо говоря пробивать более эффективно мы покушали мы установили силы да здесь есть питомца но нет этого вот собственно на локациях вы будете встречать вот такие вот охотников либо дровосеков либо мясников и так далее которые вам будут говорить что вам нужно принести ну либо сети либо не сети либо другие квесты а собственно как их скрафтить где вообще найти их самый простой вариант просто давайте забьем я просто где вообще найти те же сети и так далее сети можно найти в магазине магазины можно найти собственно в поселениях собственно вот первое поселение которое у нас например магазины здесь не продается сеть например ну здесь продается кисак охотничий нож кирка и топор то есть вы видите да достаточно много предметов здесь продается чем удобно именно здесь потому что она Но более... Обратите внимание, деревянный топор уже изучен. Его можно продать, собственно, за какую-то монету. И для вас, собственно, это будут какие-то плюс, как говорится. В том же волшебном магазине вы можете... Обратите внимание, книга «Поймать монстра». Она также, как видите, продается в волшебном магазине. Но ее более эффективно, конечно, ловить магазин именно по питомцам. Потому что она более эффективна. Как вы видите, здесь и целебное исцеление есть. То есть это самое важное заклинание, которое вообще нужно. Почему я рекомендую именно брать клирика? Потому что он, начиная сразу с лечением, то есть с целебным прикосновением, это заклинание позволяет вам лечить себя. Просто если без лечения, вы постоянно будете утекать, постоянно будете через лечилки лечиться, что неудобно. Читов, что всегда не хватает, особенно в начале, это очень тяжело. Поймать моба вам просто, ваш питомец будет просто весь урон забирать на себя. Тем самым вы в большинстве случаев будете пробивать очень более эффективно. Давайте вместе с вами исследуем пещеру. Для этого возьмем факел, для того, чтобы больше видеть вокруг себя. Ищем факел, собственно, забираем его с собой и идем. Вот, собственно, обратите внимание, давайте я покажу, как вампир работает. Способность вампира работает, вот, например, смотрите, у меня 544 из 560, да, хп. Мы пьем кровь, и это способность вампир. Пьем кровь, и он нам восстанавливает 11 единиц здоровья. То есть, собственно, чтобы вы понимали, сколько вампир вообще восстанавливает, и насколько стоит его или не стоит брать. Ну, а на самом деле он не особо полезен. Кровь не так часто падает, как хотелось бы. Поэтому вампир, по сути говоря, того не стоит. Также можно лишние зелья продать. Оставить самые большие. То есть, например, зелья на 200 продать все. 340 оставить. 308 продать. Вот оставить 3 штуки, 3 зелья. Тесак можно тоже выложить, хотя его, в принципе, можно и оставить. Для того, чтобы просто разделывать мов. Вот, например, того же Они, сейчас мы и разделаем. То есть, видите, да, с первого удара мы пол лица снесли этому Они. А бой еще не начался. То есть, бой не начался, а Они уже закончился. То есть... Не, понятно дело, что мы сильнее его по уровню. Но принцип не меняется. То есть... Орк в любом случае будет сносить ему пол лица. Ну, как сказать, не пол лица, а какой-то урон он будет ему наносить изначально. Восстанавливаем здоровье нашему питомцу. Восстанавливаем себе здоровье. Обратите внимание, у нас голод. Нам нужно восстановить. Будет немножко себе показатели для того, чтобы идти... Мы сейчас пойдем в заброшенную шахту вместе с вами. Чтобы проанализировать эту способность, собственно, анализа, она также качается в древе навыков. В древе навыков, собственно, вот так это себя и выглядит. Вот, давайте забьем тролля. Вот, обратите внимание, бой начался. Мы даже ни одной кнопки еще не успели нажать. То есть мы сейчас только нажали, и все, и бой закончился. Почему очень я рекомендую именно тролля брать? Потому что он просто не тролля, а орка. Потому что он просто быстрее бой проводит. Давайте восстановим себе значение голода. Поедим что-нибудь. Приготовленное мясо. Кстати, по поводу приготовленного мяса, если я не забуду, я вам покажу. Заходим в заброшенную шахту. Для меня просто интересно. Нам говорят, хотите ли вы использовать факел? Я говорю, да, давайте факел. Первый бой, это дриада какая-то. Давайте ее убьем. Это дракон. Забили дракона. Это стон-гигант. Сильный моб очень. А нам нужно питомцев его будет полечить сейчас. Проблема этой местности в том, что мы можем сдохнуть. Как вы видите, у нас полздорова уже нет. А бой еще толком не начался. Садолит. Это драгоценный камень. Он, скорее всего, используется в каких-то рецептах. Но я пока таких не нашел рецептов. В каких он используется. Но факт в том, что его лучше оставить. Нам, собственно, чешую дали. Чешую у нас по КВСТ в данный момент. Оловянные перчатки. Собственно, я его потом после этого боя покажу. Мы пройдем, боссы. Следующий этаж. Растение хорошо. Дракону очень больно. Нам бы в идеале полечиться. Давайте попробуем полечиться. Дракона. Восстановили и забиваем. Отлично. Вот почему нужна именно заклинание лечения. Для того, чтобы вы могли лечить своего питомца. А потому что зелья лечения, которые там продают, они достаточно дорогие. Есть также и склянки на лечение питомца, если вы хотите через склянки играть. Но это такое себе, знаете, удовольствие. Еще одна чешуя. Отвратите внимание, уже пол питомца сняли. Нам нужно перед боссом его обязательно полечить. Чтобы он удержал босса. Полечили питомца. Забили моба. Обратите внимание, у нас очень быстро тратится монопул. Нам нужно сейчас будет еще пить зелье магии. Либо бить моба посохом. Сейчас вы увидите, сколько он восстанавливает. У нас, например, 133. Сейчас есть 286. Используем умение ударить его посохом, собственно. Обратите внимание, у нас 256. То есть, вообще, это много восстанавливает магии. Чем сложны эти шахты? Тем, что они не дают вам возможность лечиться. То есть, после боя, как я обычно делаю, она мне дает возможность лечиться. Собственно, сам босс. Давайте все-таки полечимся на этом. Посмотрим, сколько у нас характеристики. 42-й моб. Полечим дракона. Полечим себя. Полечим себя. Полечим себя. Убьем. Собственно, мы с полное здоровье. Давайте побьем босса. Босс, чтобы вы понимали, 42-го уровня. Это змея. Ядовитая. Раз, два. Мы убили. Нам дали чешую. И нам дали бронзовый щит, собственно. Мы убили босса. Можем сразу выходить. Ну, в портал имеется в виду. Но давайте исследуем до конца. Да, вот видите, садолит мы еще нашли. Мы можем выходить. Выходим. Локация. Собственно, все предметы здесь лежат. Мы их запихнули к себе в инвентарь. И теперь тащим на базу. Подчиним нашего питомца. Чтобы он восстановил свое здоровье. Собственно, к кузнецу пришли. У нас шанс разобрать 100%. Обратите внимание, у нас тут олово, медь и бронза. То есть, за такое количество монет мы просто разбираем эти. И получаем слитки. Собственно, олово, медь и бронза. То есть, вы видите, теперь у нас слитки присутствуют в инвентаре. То есть, оловянные, медные и бронзовые слитки у нас присутствуют в инвентаре. Собственно, череп нам не нужен. Убираем в тайник бронзовые, оловянные и медные слитки. Также дерево можно убрать. Садолит можно убрать. Камень, совиное перо Палка, растения Чешуя у нас квестовы, поэтому нет смысла ее убирать Все остальное можно в принципе продать Восстановить полностью монопол Покушать Продать все ненужное Например у алхимика Например кровь продать Продать когти Они нам не квесты в данный момент Они нам не нужны Собственно мы пробили Давайте перекрафтим себе Собственно доспехи В большинстве случаев я ищу Такое место где присутствует И тайник и кузнец Либо где нибудь они рядышком Рядом с друг другом присутствуют Для того чтобы они просто Если конечно поселение будет Либо город вашей расы Вот например тут поселение гнома У нас орк, то есть это не наша Раса как бы Но в любом случае это Хорошо что здесь присутствует И тайник и Поселение вместе Тем самым оно Хорошо Давайте я его попробую скрафтить Наша задача У меня все костяное снаряжение Я тестировал и другое снаряжение То есть выше классом Как узнать класс снаряжения Которое вообще присутствует Собственно тут прописано Дерево, кожа, медь, олово, железо, бронза, серебро Золото, алмаз, обсидиан Это собственно от самого Глубого и слабого класса До самого сильного класса Так называемый порядок Также я нашел Как он прописывает Редкий материал Как он здесь прописывает По крайней мере я нашел один Это из змеиной кожи Сейчас покажу вам рецепт на него Но опять же Без рецепта вы все равно не скрафтите Поэтому как вы его найдете Вы его собственно увидите Переходим до спехи Я сейчас вам собственно его покажу Вот обратите внимание Ботинки из змеиной кожи Собственно Также я находил Если не ошибаюсь Амулет из совиных перьев Но опять же Это Было в другом прохождении Вот собственно Давайте скрафтим себе снаряжение на уровень Для этого нам нужно Хотя мы можем сейчас Пробежать по квесту еще Может нам еще опыта подбросит Давайте посмотрим по квесту Что у нас Собственно Сумка со смехом Нам нужно найти на 8.4 Собственно давайте идем на 8.4 Нас забьем по дороге Они И каменного гиганта Заберем растения Заберем серебряный кинжал Съедим они Вот собственно 8 Спускаемся вниз Вот 4 Вот 4 собственно 8.4 мы пришли Теперь нам наша задача Нажать кнопку действия Нажать кнопку искать Мы собственно нашли сумку со смехом Обратите внимание Вы должны найти сумку со смехом Найти можно на 8.4 Мы ее нашли на 8.4 Через кнопку действия И через кнопку искать Мы ее нашли Мы ее подняли Теперь нам нужно вернуться на 3.9 Мы возвращаемся на 3.9 Подошли на 3 И идем на 9 Собственно Забираем по дороге гигантов Для того чтобы Они нам просто Опыт давали Ну и опыт лишним Как вы понимаете Не будет Поэтому Чиним нашего Ящерку Она сильно просила ПХП Собственно вот Нам отдали награду И нам дали практически 2000 по золоту Собственно Первый квест мы выполнили Теперь у нас квест Ну на Откормку животных Которые найти животное Я честно говоря Ни разу его не проходил Точнее у меня не получилось Его ни разу пройти Поэтому я честно говоря Даже не знаю Как его найти Я находил животное Но я пытался его кормить Оно не кормится Поэтому я честно говоря Даже не знаю Как именно это сделать Также он просит На 8.8 найти 3 чешуи И на 6.4 3 серебряных слитка Собственно Как получить серебряные слитки Я вам уже рассказывал Ну либо Любой другой материал Которого у вас нету Просто приходите к кузнецу Нажимаете кнопку разобрать И вот обратите внимание У нас обычный серебряный кинжал Мы его разбираем Мы получаем серебряный слиток Обратите внимание Шанс разбора Был 100% То есть До этого Нужно прокачать вам кузнеца Для того Чтобы шанс разбора Кузнец 10 уровня Чтобы шанс разбора Был максимально 100% То есть вы могли получать слитки Ну либо Не только слитки Там например Кости Либо дерево Все зависит от того Какое у вас Собственно Из какого материала Сделан тот или иной предмет Собственно Тот предмет вы и получаете Вот Вот собственно Нам нужно найти серебро Получается Так я правильно понимаю То есть у нас Видите Один серебряный слиток Уже есть Мы его нашли Ищем еще серебряные слитки У нас где-то Здесь были Вот видите У нас 6 серебряных слитков Давайте их Выложим Отнесем Собственно Вот хилл гигант Давайте его проанализируем Чтобы вы имели представление Это пятый гигант У него 600 здоровья Слабая Давайте его побьем Получили с него кость Опыта мы с него не получили Жаль Давайте его разделаем Собственно Я еще не рассказал Когда у вас получается Ну грубо говоря Представим Ситуацию Что у вас У меня мачета сломалась То есть оно 0 из 9 Ну грубо говоря Представим такую ситуацию Чтобы вам было Более понятно Вам говорят Что вы больше Не можете разделывать Либо там Не знаю Освежевать Рубить дрова И так далее У вас просто нет Вам говорят Нужно починить Вы чините И у вас У нас тесак Стал 9 из 9 Тем самым То же самое Работает и на другие Предметы Какие конкретно Я сейчас покажу Это получается На инструменты Работает То есть вам нужно Инструменты у нас Бывают Охочущий нож Тесак Топор Удочка И сеть Собственно Вот Это работает На все инструменты Вот эти На вот эти Вот на тесак На топор На нож На сеть На удочку И так далее И их именно Можно починить На максимальное Количество Которого у вас Присутствует Что касаемо Готовки еды Собственно Давайте Сразу тоже По готовке еды Пробежимся Представим Что нам нужно Грубо Сейчас поесть У нас в инвентаре Ну грубо Нету Ну приготовленного мяса Которого у нас Ну есть Но факт в том Что Представим Что у нас Нету Этого приготовленного мяса Нам нужно Приготовить еду Ну в большинстве Случаев Конечно Заходите сюда И смотрите У нас например Мы можем сделать Салат себе Из двух растений Салат восстановит Нам 20 голодов Но это мало Понятное дело Либо Изготовить стейк На палочках Сейчас мы на него Собственно изготовим Он делается Из палочки И из мяса монстра Мясо монстра Не важно будет Какое Факт в том Что оно Само просто присутствует Вы просто нажимаете Создать Создали Замечательно А также Ну собственно Можно и другие Сделать Все зависит От того Какие у вас Рецепты Доступны Также вы можете Делать большое Количество Предметов Давайте Что-нибудь Поедим Например Ну неважно Чтобы голода Не было Вот собственно Обратите внимание Еда Стейка на палочке У нас 59 голода В скобочках Значение Это то значение Которое Оно Восстановит Значение Голода То есть У нас Например 0 из 100 Сейчас Ну собственно Мы дальше Я вам Продемонстрирую Это Также мы можем Кольчужную Прощу продать Она у вас Уже присутствует Дубликаты Нам не нужны Нам об этом Говорят Говорит Сама игра Мы продали Ее Собственно Давайте Отдадим Торговцы В большинстве Случаев Собственно Которые У вас Отдельные Строчки Они дают Вам Отметки Торговцев Прямо Честно говоря Пока не знаю Куда Я их Просто Складирую Их уже Достаточно Много Нам нужно На 6.4 И на 8.8 Прийти Давайте Дойдем На 6.4 И на 8.8 6.4 Собственно Отдаем Торговцу Да Он нам Дает Отметку Торговца 13 Не знаю Зачем Она нужна И Собственно 8.8 Давайте Его заберем Чтобы он не отсвечивал Как видите Как больно бьет У нас Дракона Пробил Наполовину Лечим Дракона Вот это Тони Еле Еле Его Бьет С деревянного С деревянной Экипировки Вы можете Залутать Собственно Дерево Чтобы его Не рубить Что очень Полезно Собственно Торговец Давайте Ему Отдадим Чешуя Да Мы получили Еще одну Ответку Торговцев Собственно С каменных Гигантов Впадают Камни И поэтому В прощуе Очень-очень Удобно Играть Если вы Играете От прощи Это прям Вообще Шикарно На самом деле Камни Они такие Ну скажем так Не особо Труднодобываемые Их просто Заходите В этот Ну собственно На рудник И там у вас Появится Большое Количество Камней Забираем Оба по дороге Для того Что во-первых Просто опыт Прокачать Максимальный Уровень На текущей Локации Которую Можно получить А я Самое главное Не рассказал Максимальный Уровень Которую Получить Это 49 Если не Ожибаюсь Точнее 48 Это уже Вплотничком Будет А вот 49 Это прям Максимум Максимум Который Вообще Можно Получить Вообще Как вообще Проходит Игра Сейчас я вам покажу Переход Если найду Давайте Перекусим По-быстрому Уберем Все лишнее Из инвентаря Чтобы нам Не мешало Ничего Отметку Торговца Убираем Отметку Торговца Убираем Серебряный Слиток Убираем Песок Пока тоже Уберем Кости Растения Нам не нужны Палки Камни Тоже Также Мясо Гиганта Собственно Сама По себе Можно Приготовить На костре Если Он у вас Вообще Присутствует В наличии Для этого Его нужно Создать Сейчас я вам покажу Где он Создается Вот он Он называется Лагерь Костер Из палки Из двух Палок И одного Растения Ну это Палки И растения Скажем так Это Мусор Которого Вы В любом случае Найдете Где нибудь Либо Либо Из Кого Нибудь Выбить Например Растения Из Дриады Собственно Подбираем Палки Подбираем Растения Собственно По поводу Большого Количества Создания Приметов Собственно Давайте Создадим Здесь У Гнома Создадим Большое Количество Лагерей Собственно Создадим Три Лагеря Грубо говоря Мы можем Создать 12 Максимум Об этом Говорят Мы Создадим Не знаю Ну давайте 12 Создадим 12 Почему Именно 12 Потому что У нас Ограничения В инвентаре Место То есть Мы Можем Создать Больше Но Из-за Того Что У нас Ограничения По инвентарь Место Мы Не Можем Создать Давайте Уберем Все Лишнее То есть Палки И Растения Теперь Наша Задача Восстановить Свою Здоровье Голод Для того Чтобы Просто Нам Не Мешался Расщепим Лишнее Ну Деревянное Как Собственно Прокачать Кузнеца Вы Наверняка Будете Задаваться Вопросом В первую Очередь Качайте Кузнеца Который В поселении Присутствует Кузнец Который В поселении Он будет Постоян То есть Вы В одном Поселении Прокачали Вот Например У Орка Точнее У Гнома Прокачали А вот Например Поселение Сейчас Я вам Покажу У нас Также Присутствует Деревня Эльфов Оно Также Будет Прокачано Деревня Гномов Оно Также Будет Прокачано Если Там Будет Присутствовать Кузнец То же Самое Работает И На Между Переходы Между Локациями То есть Если Вы По поводу Переходов Между Локациями Сейчас Я вам Попытаюсь Объяснить Ну Собственно Наша Задача В данный Мент Приготовить Еду Ну Собственно Через Костер Это Самый Быстрый Самый Прибыльный Способ В плане Еды Мы Используем Лагеря Для того Чтобы Они Встали На Местность Мы И Лагеря У нас Исчезает Из У нас Теперь Стают 5 Лагерей То есть Тем Самым 5 Лагерей Это 5 Раз Использование Костра 5 Раз Использование Костра Это Просто Вы Нашли Мясо Разделали Его Через Тесак Который Вот Он У нас Лежит Собственно Вы Получили Собственно Мясо Приготовили Мясо Приготовленное Мясо Можете Его Есть Приготовили Мясо Собственно Вот Оно Опять же И У нас Два Заряда Этого Израсходовалось Как вы Можете Увидеть Лагерь 3 Лагерь 5 5 И так Далее То есть Вы Это Видите Лагеря Изначально 5 А Сейчас 3 Потому Что Мы Два Заряда Израсходовали Что Касаемо Уровни Переходов Вообще Какие На Какую Локацию Переходят И так Далее А Собственно По Карте Недорассказал Я вам Карта В общем Этого Тирана Как она Выглядит Сейчас Я вам Покажу Чтобы Вы Имели Представление Вот Навигационная Карта Тиранский Обратите Внимание У нас Она Присутствует Вот Она Навигационная Карта Используется Нахождение Нужного Типа Но Это Тиранский Остров И у нас Как раз Квест На Именно На Самого Тирана Как Воспользоваться Нагляционной Карты Для того Чтобы Ей Воспользоваться Ваша Задача Найти Собственно Остров Ну То есть Не остров А корабль Где У вас Он Стоит Он В большинстве В рандомных Местах Будет Стоять То есть Когда Вы Только Прибудете На локацию Вы уже Будете Знать Где он Стоит Корабль Обозначается Большинство Букавкой С Темненькой Такой Так Называемый Доллар Не знаю Как вам Объяснить Вот Вот Собственно В нашем Случае Он здесь Забрали Моба Чтобы он Тут Не отсвечивал Песок Палку Подобрали Ну и Трупик Заодно Съели Собственно Корабль Плыть Нам У нас Обратите Внимание Как Открываются Карты Собственно Первый Уровень Потом Седьмой Семнадцатый Двадцать Седьмой И Тридцать Седьмой Собственно Максимум Мобы Будут До Девятого Уровня То есть Как вам Объяснить То есть Вы сможете Прокачаться Максимум До Девятого Уровня Соответственно До Девятнадцатого До Двадцать Девятого До Тридцать Девятого Сорок Девятого И так Далее То есть Вы сможете Прокачаться То есть там мобы будут 19-го, 7-го, 17-го, 27-го и так далее. Вот как в нашем случае, сейчас я вам покажу. Чтобы активировать, собственно, карту, вы подходите вплыть, используете навигационную карту, тиранский, но мы не будем ее использовать, потому что нас сразу же перекинут на этот остров. А на этот остров нам скажут, собственно, мы не готовы просто сейчас вплыть. Нам нужно, чтобы плыть, нам нужно еще получить уровень. Но мы карту пока оставим для того, чтобы... Я в конце выпуска, если не забуду, я вам покажу. В данный момент нам нужно просто переодеться, ну, скажем так, переодеть уровень. И нам, конечно, в идеале получить еще 3000 опыта, если у нас квесты для этого. У нас какие-то феи нужно забить. В идеале этих феи забить, это вообще не феи, это дриады. Давайте попробуем убить этих дриад. Дриады, если у вас на текущем острове их нету, то можно вернуться на предыдущий остров и попробовать их там поискать, этих дриад. Собственно, давайте их поищем, этих дриад. Собственно, рецепты нам тоже периодически падают. Здесь, в принципе, и также то же самое и по чешуе. То есть, если у вас нету какого-то конкретного предмета, вы можете его поискать на других островах, которые вы уже исследовали до этого, либо не исследовали, а просто нашли до этого. Дриады пока нету. Нам бы в идеале закрыть дриаду и возвращаться. Дриады что-то пока нету. Обратите внимание, присутствует сильвер. Сильвер мобы и золото мобы, то есть, голд мобы. То есть, вот в данном моменте у нас присутствует сильвер. Собственно, это серебряные и, собственно, и золотые мобы. То есть, они лучше, чем обычные мобы. Их в идеале, конечно же, использовать. Если, ну опять же, если они вам нужны. Если они нужны, конечно, их использовать не стоит. Но они сильнее будут. Обратите внимание, 27-й етин. Но они нам по понятным причинам ничего не сделают, потому что мы сильнее их по локации. Но факт в том, что мы просто ищем дриаду. Вот, кстати, нам дали зелье опыта. Шикарно. Давайте ее сейчас и выпьем. Для того, чтобы просто не искать, а сразу же лететь. Плывем обратно на свой остров гигантский. В тундре вам наносится урон. Каждые два хода. Обратите внимание, у нас урон холдом. Идет каждый ход. Как защититься от него, я пока не нашел этого. Как защититься от него, 2 агентства урона, это не так критично, в принципе. Поэтому, причем весь урон работает только на вас. Не на питомца, а именно на вас. Давайте выпьем зелье опыта, которое мы нашли. Оно на 10 тысяч, нам, собственно, на 12. Нам хватит как раз, чтобы перейти на следующий уровень. Собственно, мы получили 48 уровень. Собственно, мы можем скрафтить предметы. Давайте в тайник все лишнее уберем. Сейчас достанем кости. Именно благодаря костям мы будем крафтить. Бронзовый лук у нас изучен. Соответственно, мы его продаем. Он нам не нужен. Наша задача скрафтить себе снаряжение на наш уровень. У нас 37, тут 38, но вот нам надо на 48 уровень. Для этого мы просто из тайника достаем, в нашем случае, кости. Я рекомендую сортировку по алфавиту, она просто более быстрая. Почему именно кости? Потому что, ну, по сути, что конкретно крафтить, нет особой разницы. Потому что, если у вас легендарное снаряжение, там цифры будут не особо сильно прыгать. Просто у меня костяное снаряжение, оно практически полный сбор. То есть, у меня все это, как объяснить, полный комплект. То есть, вы можете увидеть бати, а, ну, кроме доспеха, наверное, тут кроме доспеха. Все есть, кроме доспеха. То есть, у меня костяное кольцо, костяной амулет, костяный шлем, костяные ботинки, перчатки и костяные штаны. У меня, кроме деревянного нагрудника, я делаю деревянный нагрудник себе и все остальное костяное. Просто потому что, ну, так быстрее, элементарно. Создаю себе по одному предмету, вот, собственно, легендарное кольцо. Почему именно легендарное? Потому что у меня максимальный уровень прокачки кузнеца. И, собственно, просто переодеваю их. А кости вы, скорее всего, сможете найти, поэтому очень удобно не особо заморачиваться. Просто берете, потом видите, что у вас снаряжение в любом случае должно быть лучше, да, ну, кроме одного. Ну, это костяное кольцо, это не критично. Одели раз, одели два, одели три, собственно, переодеваемся. Смотрим, что у нас. У нас остался деревянный нагрудник, я его сейчас переоденем и костяной пост к себе еще накинем. А все остальное можно у кузнеца расщепить. Расщепили, собственно, у кузнеца. А также можно сразу сделать у него же костяной посох. Для этого ищем оружие. Ну, тут медный, тут, собственно, костяной посох. Вот нам, собственно, нужен. Тут нужно дерево. Заодно достаем из стойника дерево. Как, если у вас нету дерева, просто берете топор. Сейчас я вам его покажу. Берете топор и просто идете рубить деревья. На начальной локации, где вы зареспаумитесь, в самом-самом начале, у вас будут присутствовать деревья, в любом случае деревья, пальмы, любое. Собственно, топор у нас внизу, по идее, должен быть. Давайте поищем его там. Вот он, собственно, вы можете увидеть. Топор для рубки дерева. 9 из 10 использования, собственно. Вот вы берете этот топор и просто идете рубить дерево. Ну, у меня деревьев здесь нету. Жду вам показать. Но дерево у меня присутствует в наличии, поэтому мне оно и особо рубить не стоит. Собственно, крафтим себе посох. До этого фильтр оружия. Выбираем, собственно, костяной посох. Именно посох, потому что у меня... Я специализируюсь на посохе, и у меня очень сильно прокачан именно он. Также фильтр, собственно, доспехи, и делаем себе деревянный нагрудник на уровень. Он будет нашим уровнем, тем самым и максимального качества. Легендарных предметов очень-очень много. Имеется в виду, что... То есть, леген... Ну, то есть, как объяснить. Передеваем, в общем, костяной посох и деревянный нагрудник. Предметов много. То есть, тех же легендарных предметов. То есть, вы крафтите, например, десяток предметов. И... И они будут с разными характеристиками. Вы выбираете, какие вам нужны характеристики для того, чтобы... Как, собственно, вообще прокачать кузнеца именно в поселении. Для того, чтобы у вас было максимально прокачанное поселение в кузнеце. А потом, собственно, сам кузнец. А для того, чтобы его прокачать... О, блин, я дерево убрал. Берете дерево. Именно дерево. Количество дерева не важно. Ну, желательно, чтобы вам хватало просто места в инвентаре. То есть, вот, например, у меня не хватает сейчас места 21 из 33. Это, грубо говоря, 12 ячеечек. То есть, следующее берете деревянный амулет, либо деревянное кольцо. Ищите именно этот. Получается рецепт. Любой рецепт подойдет, и тот, и другой, они подойдут. Почему именно тот, и другой? Потому что они крафтятся из одного дерева и расщепляются у кузнеца также на одно дерево. Поэтому вы, по сути, ничего не теряете, ну, кроме денег, наверное, если только. И создаете большое количество. То есть, например, создаете, в моем случае, 12. Создали? Хлоп, создали. Деревянный амулет. Хорошо. Собственно, они, как вы видите, все минусовые. Поэтому для нас они не особо актуальны. Факт в том, что создали их. Вот у вас прокачался на плюс 12 кузнец. Но у меня он уже прокачан, поэтому я вам не могу это показать. Он, у вас кузнец вот этот вот прокачался на плюс 12. Вы идете к кузнецу, который у вас в поселении, и, собственно, расщепляете за 20 монет. Именно за 20 монет расщепляете все. И так вот по кругу. Вот. Поэтому как-то так. Убираем дерево. Я думаю, давайте поедим, поспим и пойдем к этому. К Тиранский остров. Активируем карту его. Я просто, я честно, не знаю, что там ожидать. Я просто плюс-минус знаю, что ожидать на следующем острове. Следующий остров будет 47-й. И поэтому я плюс-минус знаю, что от него ожидать. Что там будут очень сильные мобы. Кстати говоря, самый тяжелый тут именно момент перехода. Когда вы переходите с одного острова на другой. Мобы очень сильные. Они очень больно бьют. Из-за этого вам очень тяжело драться с ними. Но потом, когда вы уже, собственно, пробили мобов. Тут общая рекомендация. Бить уровни слабее. По уровню. То есть, они подвязаны к семерке. То есть, у них последняя цифра 7. Собственно, бейте именно седьмых мобов. То есть, когда вы переходите, да. Вы, например, перешли. У вас уровень, ну, грубо говоря, восьмой. В самом начале. Бейте именно седьмых мобов. Выбирайте. От остальных просто сбегайте. Когда вы прокачаете уровень, бейте уже потом восьмых и девятых. Все, конечно, зависит от вашей силы, вашего питомца. Используем карту тиранскую. Это квестовая наша карта. Вот там выйти нам говорят, что вы готовы, вы не сможете оттуда, вы можете оттуда не вернуться. Поэтому нажимаем идти. Я не знаю, что нас там ждет. Это тиранский остров, собственно. Стоило вам вступить на этот остров, как волосы стали, вы понимаете, что на этом острове будет очень трудно. На самом деле нам не критично. У нас сорок восьмой, мы можем это с шадова забить. У нас дракон тоже стал восьмого уровня, тем самым у нас преимущество. Наша задача в первую очередь, когда мы перешли на следующий остров, нам наша задача найти любое поселение. Любое абсолютно, у которого присутствует, собственно, ночлежка и еда. Поэтому аккуратно вокруг ходим, ищем это поселение. Медный щит подбираем. Хилим нашего питомца, потому что он не должен просаживаться по хп. Обратите внимание, девятый моб, мы его бить не будем. Семерку мы попробуем забить. Но кожаное кольцо для нас не актуально. Вы спросите наверняка, я же не все снаряжение перековал, но для того, чтобы перековать прощи, нужны нитки. Сейчас я вам покажу рецепт. Обратите внимание, любой предмет, например, у меня костяная проща, нужна нить. Чтобы сделать нить, нужна лиана. Собственно, я сейчас вам его покажу. Видите, нить нужна лиана. А лиана у нас продается только у флористов, либо ищется на локации. У меня просто нет наличия ее. Давайте забьем 48-го. Полечим наше животное. Нам вряд ли будет трудно, потому что мы элементарно готовы к текущему уровню. Но мобы равны с нами по уровню. То есть мы 48-го, они 48-го. То есть для нас они тяжелые достаточно. Можно попробовать с этого 9-го убить, но бульга, собственно, деревянный амулет. Давайте поедим. У нас 38 голода, у нас на 37 есть. Поели. Наша задача выбить этого магии себе немножко. Давайте раздамажили и теперь умением магии восстановили себе чуть-чуть. Это способность ест ваш голод, то есть вам дают голод, но поднимает вашу магию. Еще один гуль. Давайте его тоже убьем. Дракон у нас стал 49-го уровня, тем самым дракон растет. У нас 35 голода, в идеале его тоже сбить. Он у нас сбивает стук 36, поэтому мы повременим пока. Проблема в том, что здесь нету этого. НПСа пока ни одного мы не нашли. Зелье на 500 это прямо до хрена. Зелаем чур. Зелаем. Зелаем. Продолжение следует... 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 Ну, зубы, понятная причина, мы есть не сможем. Вот кости тут есть. Мы в теории могли бы кости поесть. У нас 46. Давайте съедим. Да, видите, в чем проблема Тиранского острова в том, что на нем нету... ...еды. Много золота, но золото вам никак не поможет. Тут нет еды. Из-за этого все печально. Вот тут единственное, есть кости. В теории можно есть кости. А у нас есть рецепт. Сейчас я покажу вам. У нас есть рецепт. Он называется костный мозг. Вот он. Мы можем есть кости. Правда, это не особо выгодно. Всего лишь 25 голда. Но все же... ...хоть сколько-то. Просто больше еды здесь нет. Тут насекомые еще есть, но нам насекомые... Можно также кровь пить, но кровь нам не поможет вылечиться. Восстановили здоровье питомца. Много нежити здесь. Но запомните, нежить просто не оставляет трупы. Что очень обидно. Вообще нам бы, конечно, в идеале бы шлюпнуть этого тирана. Главного босса. И просто уйти отсюда. Но правда непонятно где он. 44... У нас 48... Да, еда у нас закончится. Рано или поздно. И мы просто откиснем тогда. Дракон 52 уровень взял. То есть, когда вы сюда придете сами, вам стоит приходить с этим, с большим количеством еды. Но это, опять же, не поможет. Тут, скорее, единственное, что поможет, рецепты. Вам большое количество рецептов здесь поможет. Потому что, чем больше вы рецептов будете знать, тем больше шансов того, что вы выживете. Здесь, судя по всему, нет ни одного поселения. И мы будем просто пинать без поселений все это дело. Я уже большое количество пробежал, и ни одного поселения не нашел. Ну, это Тиранский остров. Это, как говорится, финал игры. Оно и понятно, что поселение ни одного нам не предоставит. 44 голода у нас. Есть что-нибудь похожее? Не, нету. Есть песок, но он нам как волку жилетка. В теории, конечно, можно было. Давайте посмотрим. Стоит на палочке ясен. Костный мозг. Вот единственное, что мы можем делать. У нас 9 костей. То есть мы, по крайней мере, с голоду не сдохнем. 9 костей, это, грубо говоря, 9 на... Ну, не 9, у нас получается 4. Это, грубо говоря, 100 голода. То есть мы собьем. Были бы камни, может, мы и сбили бы этот. Щупалец, конечно, тут нету. У нас золото в мусор, потому что оно, ну, по сути, не нужно. Оно вам сейчас никакой роли не играет. А вот голод у вас будет бить сильно. 60 голода уже. Ну да, судя по всему, это будет наш Финиталя комедия. Возьмем Кровь для того, чтобы вампирить ее. Гуль 49. Дракон 53 уровень. Мумия. Мумия хорошо, что дают кости. Они, по крайней мере, нам наше жалкое существование продлевают. Тут есть очень много рыбы. То есть вы можете это увидеть. Огромное количество рыбы. То есть вы можете элементарно на рыбе идти. То есть есть рецепт. Ну, как говорится, учитесь на моих ошибках, что я могу сказать вам. Собственно, рыбная палочка та же самая. То есть, правда, тут этих растений особо нет. Тут же суши. Ну, опять же, суши, это очень дорогая фигня. Потому что водоросли, которые там присутствуют, они крайне редкие. Даже вот есть пальмы, видите. То есть, о чем я говорил, помните, рубить деревья для того, чтобы была возможность добывать дерево. У нас, видите, нас без трупа, без голода. С голодом оставили. И делай, что хочешь. У нас тут вообще какая-то буря идет. То есть, ну... Давайте попробуем прокачать этот... Этот... Получается, голод, чтобы пониже уменьшался. Может, нам это, конечно, поможет. Я сомневаюсь, конечно. Но все-таки, может, попытаться сбить поменьше голода будет. Но все равно нам это особо не поможет. Голод не повышается. Снижает урон от полного голода. Вот это вам тоже очень нужно. Потому что у нас 100% будет полный голод. И нам тут уже ни хрена ничего не поможет особо. Большое количество зубов. Возможно, кстати говоря, возможно, есть этот... Зелье большого живота. Да. Кстати, обратите внимание, зелье большого живота. Если бы мы умели сделать стеклянную бутылку, мы бы могли, наверное, сделать... А, мы можем ее делать. Давайте изготовим 4 стеклянные бутылки и зелье живота. Сделаем. А что такое зелье живота? Зелье живота... Сейчас я покажу. Это неуязвимость голоду. Нам нужно просто собирать зубы. Давайте его выпьем. Узнать, на сколько ходов у нас хоть есть шанс. На 14, судя по всему. А, не, все равно, видите, голод идет. Но голод все равно медленнее, вы можете заметить, у нас по единичке он капает. То есть, ну, это копеечки. Съедим приготовленное мясо последнее, которое у нас есть. Подбираем зубы. Зубы – это наше потенциальное зелье. Давайте скрафтим себе зелье. Да, блин, я бы знал, я бы, честно говоря, качал бы зелье. Но, на самом деле, теперь вы знаете, что тут так жестоко, и вас просто, грубо говоря, запихивают без еды, без нихрена, и вы давайте выживайте, как хотите. Кость также можно есть. Делать из них костяной мозг, если у вас есть рецепт, разумеется. Сект зелья проходит. Ну, видите, то есть, не особо долго он нам помог. Но все-таки это лучше, чем ничего. Давайте его еще раз выпьем. Временная неуязвимость голоду. А что там у нас еще по навыку? У нас 10, да? Зубы также подбираем, они дают нам еще одно зелье скрафтить. Серебряный зомби. Дракон апнулся. Зелье маны хорошо. Золотой топор нам, скорее всего, не интересен. Владение посоха у нас плюс один уровень. Дракон очень сильно бьет. Эффект зелья. Большой живот прошел. Давайте попробуем, сможем ли мы еще один сделать. Да, можем еще одно сделать. Это у нас два даже можем сделать. Давайте создадим их. Если бы прокачали бы алхимика, ну да, алхимик, получается, способность называется. Если бы вы прокачали, у вас бы больше была бы эффективность. Сильнее зелья действовали бы. Но я этого не знал, я не думал, что нам понадобятся зелья. Поэтому мы идем пока так. Собираем кости. Кости это наша потенциальная еда. Собственно. Деревянный шлем нам не нужен. Сундук какой-то. Это 31 моб. Это, кстати говоря, наш квестовый моб. Он 49 уровня. Нам бы в идеале от него свалить. Давайте осмотрим наше животное. Давайте попробуем побить его. Мы можем с ним говорить. Что ты тут делаешь? Я пришел убить тебя. Ха-ха, посмотри, как я убью тебя. Ха-ха. Мы убили тирана. Наш главный квест закончен, по сути говоря. Пожалуйста, остановись, я сдаюсь. Он убьет меня. Все равно убьешь меня. Он дьявол. Он в аду. Использую лестницу в ад, чтобы найти его. Советую с подготовкой. Лава и сам ад причинят тебе боль, а монстры там ни капли не схожи на моих. Удачи. Если будут спрашивать, я тебе ничего не говорил. Ну, ни хрена себе. У нас нарисовалась лестница в ад. Лестница в ад. Эффект зелья большой живот проходит. Отправиться в ад и убить дьявола. Я промолчу по поводу комментариев. Я думаю, мы просто не готовы для этого дьявола, потому что оно это пипец. Давайте исследуем до конца его остров. Тирана нашего. Инвентарь полон. Давайте выкинем лишнее. Точнее, не здесь, а прямо на лестнице в ад. Выкинем лишнее, для того, чтобы оно просто нам не мешало. Железный топор бросить. Кожаный бросить. Это бросить. Бросить. Зелье выпить. Деревянный щит бросить. Бронзовое все бросить. Нам оно, в принципе, не нужно. Если там не будет торговца, для нас он бесполезен тогда. Ну и даже если и будет торговец, нам, скажем так, мы немного не готовы. У нас сейчас плюс один уровень будет, но я думаю, нам что не дадут путное. Давайте до конца уже исследуем его локацию. Получили плюс один ловилап. Получили душу острова. Получили еще одну кость. Нашу ящерку надо починить. Давайте догадываем расходим в ад, посмотрим, что там. Очень сильный голод. У нас просто забьет голод, скорее всего. Фиг, зелье прошел. Давайте посмотрим, можем ли мы что-то прокачать. Нет, нам нужен еще плюс один уровень. Я думаю, мы на этом остановимся. Мы открыли, собственно, плесницу в ад. Не знаю, что там. Но я не думал, что что-то хорошее. Мы не готовы с ним вообще драться. У нас просто нет голода. У нас постоянный голод. Как объяснить. У нас нет снаряжения для того, чтобы с ним драться. Точнее, у нас нет еды. Мы просто сейчас начнем урон от голода получать. Вот, собственно. А вот зелье большого живота мы не можем сделать. Мы не нашли зубы. Стеклянную бутылку, может, можем создать. Но вот зубов у нас нет. Поэтому мы будем очень сильно проседать по еде. Тут нет ни одного НПС, который нам бы смог помочь в этом вопросе. Поэтому все топоры, не топоры, кожаные, не кожаные нам, в принципе, не актуально. Что касаемо 53 уровня, ну, в принципе, можно было бы пытаться прокачать. Но я думаю, голод нам сильнее будет бить по АХП. Поэтому тут, скорее всего, тут лестница в ад. Как говорится, следующий наш этап. Но мы тирана убили. Наш квест. Нам говорят, что нужно отправиться в ад. И убить дьявола. Что-то мне подсказывает, что мобы там будут. Вот этот, 47 уровня. Соответственно, они 57. То есть, мобы нас, скорее всего, сейчас и шлепнут там. Давайте, может, одним глазком посмотрим на ад. Сможем ли мы вообще там что-то сделать. Если вы хотите лестнице в ад, вы не сможете вернуться на Тиранский. Ха! Как будто мы с него можем уйти. Давайте посмотрим вообще, открылся ли нам проход отсюда. Может... Кстати, тут присутствует мудрец. Не знаю, мы с ним не беседовали. Насколько он эффективен. Что он из себя представляет. Добежать до мудреца, по-быстрому посмотреть. Вот зубы какие-то лежат. Давайте их заберем. Приветствую, если тебе понадобится, то я буду здесь. Если тебе нужно отдохнуть или покинуть это место, просто поговори со мной. Хочешь восстановить здоровье, манну и голод за 1400, будет сохранен чек-пон. Или ты можешь покинуть это место, оно на себя исчезнет, и ты потеряешь половину золота. А, серьезно? А я... Ну, на самом деле, тут можно сохраниться, получается. Я просто думал, что мне не дадут вообще возможность сохраниться. Ну, на самом деле, как видите, тут реально сохраниться. То есть, тут тогда можно даже и покачаться. Что мы, собственно, и сделаем вместе с вами. На следующем выпуске мы, собственно, на этом Тиранском острове будем качаться. И правильно делать, что я снаряжение из костей делал, потому что оно, как раз оно снаряжение из костей. И оно как раз нам очень сильно и поможет. Ну, лестницу ватт мы не пойдем. Мы пока прокачаем уровень до 57 хотя бы вместе с питомцем. А потом уже покрафтим себе снаряжение. То есть, нам плюс-минус нужно около десяти, наверное, костяшек. А я костяной щит еще не поставил. Ой, блин. Давайте поставим себе костяной щит. А у меня его и нету, да? Да, у меня костяного щита, как вы видите, нету. Либо он крафтится в другом месте, поэтому я его не могу найти. Ну, да. Нужно одно дерево, а у меня его нет. Да, интересно, девки пляшут. Ну, в любом случае, обойти ситуацию можно. Я просто думал, что у нас вообще еды нету. Я уж думал, тут вообще капец. А тут еще разработчик нам любезно предоставил мудреца, с которым мы можем побеседовать. С которым мы можем отдохнуть за некоторое количество золота. То есть, ну, сделано еще по-божески. Ну, следующий квест, конечно, отправиться в ад и уничтожить дьявола. Это, конечно, жестоко. Но, опять же, нам нужно дерево, у нас его нету, поэтому мы, по сути говоря, ни хрена и не сделаем. Ну, мы сделаем себе костяное снаряжение все полностью из костей. А вот дальше, наверное, мы не сможем двигаться. Тот же Баклер я не посмотрел сразу. Из-за этого у нас так и получилось. Ладно. Как получилось, так получилось. Как говорится, тирана мы убили. Остался сходить в ад и убить этого дьявола. Но, опять же, дьявол, скорее всего, выше нас уровнем. Поэтому нам нужно покачаться, будет, на следующем этапе. Прокачаться. И для того, чтобы уже шлепать к дьяволу в ад его. И показать ему. Там, скорее всего, будет урон холодом бить. Точнее, урон огнем будет бить нас. И мобы вряд ли будут дружелюбные. Поэтому нам нужно будет готовиться, в общем. На этом все. Всем спасибо за просмотр. С вами был Андрей.